Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов, осьминог бесконечности. Сегодня мы обсудим понятие моды, но не той моды, где люди в одеждах ходят красивых. Нет, это не та мода. Та мода, где люди в красивых одеждах, она включена в понятие философской моды, если что, да. Философское понятие моды может быть распространено абсолютно на любые явления, ну на то оно и философское, философия же суперабстракция, как некоторые считают. Ну вот, понятие моды как раз может быть оправдывает вот такой философский подход, когда говорят о философии, что она абстрактна, да. В общем-то вот, понятие моды в данном случае у нас берет свое основание в математике, в собственном определении математической моды. Что у нас такое мода будет в философии? Мода это критерий повторяемости, ну то, что повторяется собственно много раз. Преимущественно мы можем употреблять это в отношении к некоторым делам, словам и мыслям человеческим. В рамках моего мировоззрения речь чаще всего идет о моде тех или иных мнений, то есть об их распространенности. Например, научное мнение в обращенной форме, крайне распространенного благодаря школам и университетам. Следовательно, оно является модным. Ну, с этим трудно поспорить, потому что в моде у нас критерий повторяемости. Чем больше людей исповедуют научное мировоззрение, а это огромное количество людей в данном случае, когда мы говорим о науке, тем мировоззрение является более модным. И не нужно думать, что это какой-то уничижительный термин. Нет, это просто критерий повторяемости. А с критерием повторяемости, безусловно, есть определенные закономерности, ради которого мы вводим этот критерий. В чем вообще смысл определения вот этой модности? Она показывает степень стадности и догматичности. Чем больше учения последователей, тем больше его потенциальный ресурс и тем выше воздействие на общество. Что такое потенциальный ресурс? Ну, то есть, в сообществе, в котором то или иное мнение является модным. Значит, много людей придерживаются этого мнения. И вот из этих людей отберется большее количество интеллектуалов для поддержания жизнеспособности этого мировоззрения. Например, вот такое устройство, которое является модным. Вот эта модная система, она может позволить себе большое количество людей, в принципе, большое количество строений, ресурсов, очень большое количество всего, что только может себе представить. Финанс, в том числе. Ну, то есть, наука, как модное направление интеллектуальной деятельности, может претендовать на финансирование. Во-первых, на государственное финансирование, во-вторых, на частное финансирование. В отличие от каких-нибудь отдельных философских школ, которые вообще не могут ни на что претендовать. Даже если они нереально разумны и что-то действительно исследуют очень интересное. Более того, чем выше мод, тем значительнее давление общества на инакомыслящих, и чаще всего выше уверенность адептов в выставнице своего учения. Ну, когда мы говорим об одном из самых модных течений интеллектуальных науки, то мы, конечно же, вспоминаем, что ученые сейчас чуть ли не решают, кому, где работать, например. Ну, то есть, в университетах, где, в общем-то, доминирует научное знание, собственно, и производится отбор людей по отдельным специальностям. Хочешь быть инженером, должен быть ученым, должен знать именно вот такую физику, никакую другую физику, не должен думать о другой физике, а-та-та, а-та-та. Если ты думаешь там о, не знаю, о каких-нибудь эфирах, которые уже давно вышли из моды физики, то иди к черту, ты не станешь инженером. Хотя тебе не нужны ни эфиры, ни теории относительности, ни вообще ничего практически, теоретической физике тебе, может быть, не нужно, с условием твоей специфической деятельности. Но ты все равно пойдешь как бы к черту, потому что так решили некоторые персонажи. Ну, да. Кстати, да, последователи науки, вот как раз, как яркие представители вот самого модного направления мысли, они в большинстве случаев даже не думают, что наука может заблуждаться. А большинство ученых наивно полагает, что наука это наилучший познавательный метод. Я вот не скажу, какой метод является лучшим познавательным. Ну, честно, я не скажу. У меня много аргументов против науки, которые помогают мне, в общем-то, понять, что наука сомнительно самый лучший метод. Относительно чего мы смотрим наука, лучший метод познания, познание, заметьте, не практики, а познание, самый лучший метод познания. Да, много вопросов, потому что мы познание соизмеряем с истиной. Истину я не знаю, поэтому я не могу сказать, вот сходится наука с истиной или нет. Ввиду этого, конечно же, возникает множество вопросов к науке, в том числе. Я не могу сказать, что все ее данные, ну, они истинные, и факты истинные, то есть, данные. Вот так вот и получается. Если бы наука, например, не была такой популярной, ученые не находились бы в привилегированном положении, то им бы пришлось доказывать все подобные свои смелые утверждения, которые они делают по поводу увеличения науки и ее неоспоримого первенства. Ну, что же, безусловно, вот, определенный, вот, мода, мода дает определенные привилегии. Да, хотя уже от науки отойдем, конечно, есть христианское сообщество. Например, в России, православное, да. Есть определенные привилегии, на которые она претендует, это сообщество. Например, закон о том, что можно ранить чувства верующих. Это определенная привилегия и определенно только православного сообщества. Может быть, исламского тоже, в том числе. Ну, это в Чечне уже можно применять. Ну, то есть, да, номинирующая религия, модная на том или ином ушастке земли, в общем-то, да, может активно воздействовать на законы в том числе. И да, это привилегии, это определенно очень суровые и жесткие привилегии, которые дает именно мода. Мода, повторяемость, на которой основываются законы. Да, законы без повторяемости нам тоже как бы не нужны. Если какое-то явление повторяется большое количество раз, оно является модным. И значит, его можно включить тоже в законы. Как бы получается тоже так. Вот такое вот философское понятие моды, которое лично я использую именно в отношении учений философских, научных и религиозных. Восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok